Здравствуйте, дорогие мои девы! Представляю вам прогноз на август 2017 года. Расклад у меня нынче будет состоять из 7 карт, а не из 12, как раньше. Я включила в этот прогноз 6 основных сфер. И седьмая карта это карта Совет от Таро. Напоминаю вам, дорогие мои, что прогноз носит общий характер. Например, учитывайте. Дополнительное объявление для мужчин, уважаемые мои. Вы можете узнать свой личный прогноз дополнительно вот к этому. Если посмотрите мой видеоролик, он называется «Прогноз для мужчин на август 2017 года». Заодно проверите свою интуицию. А я же не буду вас больше утомлять разговорами. Жду с нетерпением от вас в комментариях. Также буду очень признательна за подписку на мой канал. И давайте перейдем, как говорится, ближе к делу. Что вас там ждет в августе 2017 года? А в августе, дорогие девы, у вас никакого беспокойства. Что касается настроения. Здесь у нас выпала верховная жрица. Вы, скорее всего, будете находиться в состоянии такого спокойного созерцания, погружения в себя. Возможно, вам придется над чем-то хорошо подумать. В чем-то разобраться. Кто-то из вас может погрузиться в магию, весновидение. Захочет обрести тайные знания. Что еще? Можно сказать, что в этом месяце вы вряд ли будете принимать какие-то важные решения. Или энергично решать какие-то дела и рваться в бой. Даже воздействуя на людей, вы будете на энергетическом уровне. Или какими-то скрытыми силами, невидимыми для окружающих людей. Ваш стиль поведения в августе – скрытность и мягкая сдержанность. Дальше. На сферу семьи, детей и жилья выпала двойка чаш. Карта может говорить о примирении между супругами, между родителями и детьми, между членами семьи. Также не исключено и прибавление в семействе или возможность такого события. Если были какие-то проблемы по семейным и домашним делам, то они разрешатся у вас в августе. И, возможно, вам помогут в этом вопросе. Еще могут к вам в этом месяце прийти или приехать в гости. Или вы организуете вечеринки с близкими, вами людьми. Либо сами всей семьей побываете на таких мероприятиях. Что касается общения с детьми, вполне возможно, вы еще больше близитесь с ними. И между вами появятся какие-то совместные увлечения, хобби. Дети могут, кстати, еще проявить инициативу. Помогать вам усиленно по хозяйству. Вот как-то так. Если вы задумали ремонт, то помощники у вас наверняка появятся. Если переезд, то также вам будут помогать в этом и близкие, и знакомые. В общем, проблем в этой сфере не предвидится. Идем дальше. Сфера общения, поездок, информации. Выпала тройка мечей. Ну, похоже, все поездки и общения будут сконцентрированы на решении трех сложных вопросов. На мой взгляд, вряд ли они будут иметь острый характер. Ну, судя, по крайней мере, по остальным картам расклада. Может, придется разрулить какие-то нетразумения в отношениях с кем-то. Выяснить неясные для вас претензии финансового характера. Кого-то помирить друг с другом. А с кем-то попрощаться в связи с вашим или их отъездом. Что еще? Тройка мечей может быть связана с получением информации. Не исключено, что придется пережить неприятные моменты, чтобы получить эту информацию. Либо информация будет иметь противоречивый характер. Ну, типа, в одном источнике одно сказали, написали. Во втором другое. А в третьем вообще третий вариант. Вот как-то так. Пойдем дальше. Сфера отношений. Выпала тройка чаш. Прекрасная карта. Не исключено участие в каких-то приятных мероприятиях. В том числе, кстати, и семейных. Либо посиделок в очень узком и теплом кругу. Также вполне возможно празднование в связи с рождением ребенка. Помолки. Свадьбы. Кто-то из вас будет получать удовольствие от медового месяца. Не исключено и воссоединение семьи, партнерского союза. В том числе и любовного характера. Для свободных дев появление возлюбленного. И вы можете познакомиться с ним. Вот именно во время вот таких увеселительных мероприятий. По бизнесу. Карта указывает на заключение выгодных союзов. Ну, конечно, основанных в основном на дружбе и взаимной выгоде. А также в заключении тройственных договоров. Идем дальше. Сфера финансов. Тройка жезлов. Можно с уверенностью сказать, что в августе вам придется в основном ждать результата. То есть вы заложили фундамент для своего прочного финансового положения. Может, в августе вы положите последний кирпичик для этого. Но фундамент будет готов. Не исключено, что, кстати, и совместно с кем-то. В том числе и членами семьи. Также с чьей-то помощью вы в августе можете построить свою карьеру. Прочно занять свои позиции. В общем, сделать все, что возможно. И этот созданный вами финансовый ресурс для вас будет иметь в дальнейшем большие перспективы в будущем. Дальше. Кто-то из вас, возможно, будет ждать обещанных источников доходов. То есть с кем-то переговорили, вам пообещали, еще и дали твердые гарантии. Вот теперь вы и будете ждать. Также по этой карте может идти ожидание каких-то финансовых поступлений. Ну, например, кредита. Документы оформили, теперь ждете. Субсидии, пособии, материальной помощи от кого-то, дивидендов от бизнеса, премии, выплаты бонусов, а может даже и возврата вам долгов, ну и других денюжек. Следующая сфера у нас работа-бизнес, выпала девятка Пентакли. Карта говорит, вы хорошо поработали, поэтому вполне вероятно повышение вас в должности, поступление выгодных предложений от других работодателей. В общем, вы очень довольны и можете вполне себе позволить отпуск, ну и либо какой-то перерыв. Для бизнеса тоже все прекрасно. Это и хорошие доходы, твердая почва под ногами и вообще все замечательно. Возможно, кто-то из вас в августе может заняться бизнесом в области биоэнергетики, дизайна, ну и других творческих направлений. Последняя у нас карта расклада Совет Таро, выпала звезда. Старший Аркан советует вам, дорогие девы, верьте в себя, верьте в будущее, начинайте новые дела, доверьте своей интуиции и развивайте свои таланты. Вот такой замечательный получился у вас прогноз, дорогие мои. Желаю вам удачи, любви, здоровья и исполнения всех-всех-всех ваших желаний. До новых встреч!